Друзья, всем привет! В этом выпуске я хочу рассказать про новейшие RGB LED панели от Non-Lite. И прямо сейчас я записываю себя с использованием этих панелей, а также провел на них несколько съемок. И могу сказать, что это очень универсальный и удобный инструмент. Чем же хороши LED панели? Во-первых, это решение все в одном. То есть у нас в комплекте уже есть самосветительный прибор, софтбокс, соты. И самое главное, они могут светить как белым светом, также изменять цветовую температуру, то есть быть либо холодными, либо теплыми. И конечно же с ними можно выбрать вообще любой цвет, который нам по вкусу. Конкретно эти световые панели также позволяют нам установить, например, V-Mount батарею и использовать эти приборы на выезде, то есть где угодно, где мы не можем подключиться к сети. Именно поэтому я считаю их настолько универсальными, потому что просто хватаем кейс на съемку, и мы уже готовы выполнить любую задачу. В чем же преимущество LED панели перед другими видами осветительных приборов? По сути это тот же LED свет, который состоит из множества светодиодов, но он намного более компактный, потому что если вы так же как и я использовали в небольшом помещении огромный октобокс, то вы понимаете сколько места в пространстве он съедает. А здесь эти LED панели настолько компактные, что практически не занимают места. Более того, они даже более устойчивые на стойке, потому что у них нет какой-то большой перевешивающей части. И сейчас я расскажу вам об этих панелях поподробнее, а также покажу примеры съемок. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Начать рассказывать про свет на онлайт нужно всегда с упаковки, потому что у них в комплекте всегда идут очень удобные кейсы. И чем мне нравятся эти кейсы, это не только тем, что они качественные и выглядят довольно стильно, но и также потому, что приборы в них упакованы не под завязку. То есть там всегда остается свободное пространство, в которое можно также что-нибудь сложить. Например, в кейс любой из этих двух панелек можно также сложить свою камеру и объективы, и у вас еще останется место. То есть настолько вместительны эти кейсы. Я, например, складывал в маленький кейс от модели 60C складной отражатель, цветные фильтры и V-mount батарею. А в кейсе от модели 120C еще больше пространства, поэтому можно сложить больше разного оборудования. Далее удивляет то, что сами приборы находятся в крышке от этого кейса. То есть они настолько тонкие и компактные, а также легкие, что легко помещаются в крышку. Я когда распаковывал маленький прибор 60C, даже посмеялся, что он как какой-то компактный планшет. И легкий вес это огромное конструктивное преимущество, потому что такие панели легко можно подвесить, например, на стойку журавль, то есть сверху, и она будет светить сверху вниз, и у нас не будет какой-то опасности, что у нас вся эта конструкция упадет. Более того, по периметру этих панелей есть специальные отверстия, в которые можно установить такие аксессуары, как магнитные крепления, и эту панельку можно закрепить на металлическую поверхность, и она будет держаться, потому что, опять же, очень легкая. Следующее, что мне понравилось, это богатая комплектация. Это то, что у нас есть, во-первых, крепление для блока питания. В случае с моделью 60C этот блок питания, хоть и кажется громоздким, но довольно легкий, а в случае с моделью 120C он чуть-чуть потяжелее и чуть крупнее по размеру. Так вот, в комплекте идет специальный зажим на стойку, который мы прикручиваем к стойке, и дальше цепляем на него этот блок питания. И это очень удобно, потому что все остальные блоки от всех остальных моих осветительных приборов нужно подвешивать на специальную скобу, если она имеется, на какой-нибудь из винтов стойки, либо стойки журавля. Помимо крепления на стойку для блока питания, также есть два вида крепления самого прибора, которые устанавливаются также очень быстро. И в этом заключается конструктивное преимущество уже самих панелек от бренда Non-Lite, потому что они пошли по пути не гибкой панельки, которая может складываться, раскладываться, а твердой конструкции, которая у нас фиксированная, не гнется, но в то же время ее очень быстро разложить на съемки и сложить. То есть все, что нам нужно сделать, это вставить в панель любое из креплений и установить это крепление на стойку. Далее у нас в комплекте есть софтбокс, который изначально установлен непосредственно на саму панель. И к этому софтбоксу сразу в комплекте идет два вида рассеивающих тканей. Одна поплотнее, другая более прозрачная. И здесь на Non-Lite опять же поступили очень умно, потому что, чтобы разложить этот софтбокс, нужно всего лишь открепить два крепежа на липучке, и все, у нас софтбокс раскрывается. А чтобы сложить его, нужно положить на какую-нибудь поверхность и прижать. И опять же зафиксировать на липучке. Это очень удобно и максимально быстро. И это самый быстроскладной софтбокс, который я когда-либо раскладывал. Потому что он уже установлен на самом приборе, и все, что нужно, это отклеить две липучки. Но далее еще кое-что интересное, потому что в комплекте идут соты, и эти соты также очень быстро устанавливаются, потому что у них по периметру есть резинка, которая натягивается на сам прибор. И достаточно в четырех местах крепления зафиксировать, как все, мы установили соты на источник освещения. Также у нас в комплекте два шнура. Один, который удлиняет вот этот маленький провод, который идет от самого прибора к блоку питания. И второй, который идет от блока питания непосредственно в сеть. Как я уже сказал раньше, на эти приборы можно установить V-mount батарею. Тогда все, что нам нужно, это подключить панельку к этому блоку питания с установленной V-mount батареей. И все. И он уже работает в любом месте, в любое время. Сами источники дают очень мягкий свет, потому что диоды у нас находятся по всей площади этой панельки. И рассеивающий материал на нашем складном софтбоксе также рассеивает эти диоды. И получается, что мы не только в центре получаем, как с обычными летприборами, яркое пятно, которое чуть-чуть затухает по краям. Здесь наоборот, по всей площади нашей панельки мы получаем мягкий свет. И вот стоит она себе, подсвечивает мое лицо. Другая панелька заполняет тени цветным светом. И не занимают они существенного места в пространстве, но между тем дают мягкий свет на моем лице. Что особенного я выделил в этих приборах лично для себя, так это то, что у них есть стандартный белый свет, изменяемая цветовая температура. Также мы можем перейти в режим, в котором мы выбираем конкретный цвет. Но плюс ко всему, есть режим, в котором мы можем выбирать цветные фильтры. Конкретные, с конкретными названиями. И это очень и очень круто. Я как человек, который больше 10 лет мучается с цветными гелиевыми фильтрами, очень заценил то, что я могу всего лишь одним нажатием изменить цветные фильтры и не делать это при помощи специального клейкого тейпа. И, конечно же, у этих осветительных приборов есть свое приложение. Более того, Nanlite обновили свое фирменное приложение Nanlink до версии 2.0. Я и так хвалил его в своих предыдущих выпусках, но теперь оно стало еще более удобным и еще более интуитивным. Теперь в списке всех приборов я могу сразу видеть, каким цветом светит какой прибор и сразу же определить, что да, мне нужен именно, например, вот этот источник света, потому что он светит светло-голубым светом. Также видно, на какой мощности работает тот или иной прибор, а также работает он от сети либо от аккумулятора. Ну а для того, чтобы показать вам новую и уникальную фишку внутри приложения Nanlink, я разместил источники освещения внутри кадра. Дело в том, что внутри приложения появился новый раздел, который называется Light Plot. По сути, это сценарий освещения или схемы освещения. И мы можем создать новый проект, назовем его Test, и после того, как мы дали название проекту, приложение у нас переворачивается в горизонтальный режим, и здесь мы уже можем работать, а именно создавать свою собственную световую схему. Для начала я добавлю объект съемки, то есть себя, и размещу лицом к камере. Дальше я добавляю источники освещения. И что примечательно, я могу добавить источники освещения из уже добавленных в приложение, то есть те, которыми я как раз и управлял. Сначала это будет Pava Slim 120C, и этот прибор стоит как раз справа от меня. И второй источник освещения, это Pava Slim 60C. И вот мы уже создали простейшую световую схему. Но самое крутое, это то, что эта схема функциональна, и она подтягивает настройки каждого из источников освещения. То есть я могу регулировать эти источники освещения прямо внутри световой схемы. Например, я могу поменять цвет. Так что теперь есть вот такой классный способ, чтобы сохранить свои световые схемы, чтобы их можно было легко воспроизвести и не держать в голове. Но несмотря на то, что здесь появилась такая крутая функция, все равно в основном приложение используется для того, чтобы изменять параметры того или иного источника освещения. И давайте для наглядности я покажу, насколько легко и просто я могу изменять цвет этих осветительных приборов, а также выбирать себе цветные фильтры. Начну я с фонового источника, роль которого у меня сейчас выполняет модель Forza 60C, о которой я расскажу в следующих своих выпусках. Всего лишь одним нажатием я изменил себе цвет фона. Также я могу, понятное дело, попереключаться и подобрать, что для меня более оптимально. В данном случае я хочу получить какой-то оранжевый пламенный цвет. Пускай это будет вот такой оттенок. Теперь я хочу изменить цвет рисующего источника, который выполняет у меня сейчас модель Pava Slim 120C. И в моем распоряжении огромная палитра тех самых цветных гелиевых фильтров, которые я обычно привык крепить на свои осветительные приборы. И я хочу подобрать какой-нибудь фиолетовый цвет. Для этого быстро скроллю по шкале, которая находится справа и выбираю себе лавандовый либо более какой-то фиолетовый оттенок. Отлично! У меня теперь остался только заполняющий источник света, роль которого играет как раз панель Pava Slim 60C. И я также перехожу в режим цветных фильтров. И здесь я хочу выбрать какой-то оранжевый оттенок для заполнения, чтобы он у меня совпадал с фоновым источником. И я выбираю, например, цветной гелевый фильтр, который называется Flame. Здесь есть также золотистый, янтарный оттенок и так далее. Поэтому моя задача очень простая. Всего лишь выбирать при помощи смартфона необходимый оттенок и это очень удобно. Поверьте, чем подходить к каждому прибору и приклеивать к нему цветной фильтр, намного проще выбрать из огромного количества оттенков тот самый, который мне необходим. Решил для заполнения выставить какой-нибудь более синий оттенок, а для рисующего источника поменять на какой-то более розоватый вид фиолетового оттенка. И легким движением руки я снова вернул себе предыдущую схему. Я использовал эти приборы на нескольких своих съемках. Первая съемка это съемка рекламы. И результаты этой съемки я показать вам не могу по просьбе заказчика. Но у меня была еще одна интересная съемка, а именно мой воркшоп по съемке со смешанным светом. И прелесть этого события в том, что я могу показать не только свои работы, которые я сделал с этими осветительными приборами, но также и работы своих учеников, по которым вы сможете судить о работе этого света. Потому что на камеры они снимали на абсолютно разные. Там был и Nikon, и Canon, и Sony. И это именно тот случай, по которому можно судить, какую большую ценность несут осветительные приборы. Именно они формируют светотеневой рисунок, и с помощью них мы можем создавать наше творчество. Для меня лично в этом плане камеры и объективы уже давно отошли на второй план, потому что с такими осветительными приборами я могу снимать даже на свой смартфон. Но давайте сначала я покажу работы учеников, а потом посмотрим мои работы. И теперь я покажу вам свои работы, которые также сделаны с этими RGB LED панельками от Nonlight. Кстати, у этих панелек все отлично в плане цветопередачи, мощности света, потому что, да, они заявлены как 60C и 120C, что по логике должно быть 60 и 120 Вт, но на деле это оказывается больше, например, 120C выдает порядка 150 Вт мощности. Эти наименования связаны с тем, что на разных цветах мощность может плавать. Например, мы выбираем темно-синий и все, и у нас прибор уже выдает не такую высокую мощность, не все 150 Вт, а как раз 120. Именно поэтому выбирают самое низкое значение и называют панель 120C. А если вы хотите ознакомиться с подробным анализом этих панелек, с графиками, с измерениями, я бы сказал, с очень большой научной работой относительно этих приборов, то я оставлю ссылку на мужика, который делает просто шикарные тесты осветительных приборов именно с научной точки зрения. То есть, его интересуют как раз графики, измерения, и как я и сказал, все в этих панельках отлично, у них высокие показатели, но если хотите убедиться лично, то рекомендую перейти по ссылке. Правда, на английском языке, но цифры не требуют перевода. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, и всего вам доброго!